Недавно по многочисленным просьбам жителей Раменское автотранспортное предприятие запустило новый маршрут номер 6, который соединил город с деревней Марково. Вообще транспортные артерии района связывают 40 маршрутов, в том числе 6 городских. Подвижной парк Раменского ПТП составляет 141 автобус, из них 93 импортного производства. Здесь есть банус, который открывается, выходит водитель, его открывает, родители с колясками, инвалидные коляски, вот сюда заходят. Это средство оплаты, можно приложить карту, это место для размещения коляски, заходит коляска, вот сюда встает и ремень безопасности застегивается. Такие новые хорошие автобусы, в прошлом году мы получили. Средний возраст машин Раменского ПТП 7 лет. Ежедневно проводится плановый осмотр и ремонт автотранспорта. Пока более-менее, но еще передок, втулки стабилизатора поменял. После обслуживания бы как было? Почти. Ежедневно по району водители ПТП перевозят 25 тысяч пассажиров, из них 7 тысяч по городу. На предприятии работает 403 человека, но здесь заранее заботятся и о будущих кадрах. ПТП заключила договор с Раменским дорожно-строительным техникумом на обучение водителей категории «Д». Мы платим стипендию, они обучаются два с половиной месяца, после этого приходят к нам на работу. И достаточно много приходит сейчас молодежи на практику. Именно тему оптимизации образования затронули на встрече с Лидией Антоновой в Раменском дорожно-строительном техникуме. Профессиональное образование должно ориентироваться на потребности района. То, что есть федеральная программа развития профообразования сегодня, это означает, что на государственном уровне мы добились только признания, что наша система необходима, а то, что она должна и будет развиваться с учетом использования федеральных средств региональных и муниципальных органов власти, очень нужны. Потому что, ну, трудно представить, что, например, Александр Васильевич, Ваше учреждение живет в отрыве от жизни районского района. Правильно? А нынешние выпускники системы школ имеют право, поступая в институт, родственный институт по профессии, имеют право поступить только на первом курсе. А раньше, когда учебные программы и планы совпадали, они поступали на второй зачисляции или на третий курс. Это может быть одна из тех, как наказ, ну, если говорить о конкретной работе, которую можно оторвать и нужно. Если действительно мы докажем с вами, что это не просто потому, что вы год экономит, а это может эффект с точки зрения личного роста ребенка, экономики, социальной и так далее. Это хороший вопрос. Это можно проработать, если мы его возьмем как воспроизводитель. Каждый регион борется за свои кадры. Если человеку не придется тратить время на дорогу, он будет трудоустроен в своем городе или районе, больше времени останется на семью и отдых. А это тоже качество жизни населения. Как в этой профессии готовить замену тем кадрам, которые включаются, что работают 15, 20, 40 лет, а кто будет работать завтра. Поэтому об этом думаем, с этой целью, собственно говоря, сегодня мы здесь встречаемся с вашим колоносом, встречаемся с вами. Сергей Григорьев, Елизавета Скрябина для программы «Городские вести».